и вновь доброго времени суток дорогие друзья и уважаемые подписчики канала красный дракон мы играем в игру век конфликт и сегодня мы поговорим об изменениях о ребалансах и о дополнениях в игре в этой игре лиги конфликт и начну я опять таки с цитат самих разработчиков где они что пишут о предстоящих ивентах и всем остальном давайте поподробнее июль является последним месяцем перед началом cr9 присоединяйтесь к нам когда мы закончим cr8 и посмотрим что у нас запасе поскольку июнь покидает нас мы приветствуем июль это знаменует конец cr8 запуском уровня 9 в августе но не спешите в этом месяце в течение зенита ивент зенит у вас будет шанс получить собственного древнего жнеца который даст вам инструменты необходимые для запуска нового уровня прямо сейчас а чтобы закрыть месяц и эстафету взрывом будет специальное мероприятие независимость то есть в конце этого месяца походу который вот только начался сегодня 1 июля будет специальное мероприятие независимость и теперь немножко поподробнее о новых контентах и всего всего давайте я вам сейчас покажу есть видео нового нового кораблика и вот такой будет у нас жнец который имеет при себе целый рой зеленых инопланетян перепрофилированная технология пришельцев древний жнец флагман который служит для обеспечения наступательной поддержки и контроля на поле боя используйте инопланетных жнецов которых он производит его масштабирующую мощь чтобы побеждать врагов как старых так и новых флагман древнего жнеца адаптируемый и ориентированный на поддержку порождает не жнецов чужих чтобы раить и отвлекать противников повредите свои цель чтобы вызвать рой и водите мстительный овердрайв когда они будут уничтожены древний жнец станет последним корпусом выпущен на восьмом уровне его гибкость позволяет ему выполнять нападение или оборону зависимости от потребности вашего флота а его масштабирующие бонусы играют свою роль на следующем уровне и у него идут процесс разработки энсенс рейпер и древний жнец доступен в ивенте зенит начиная со 2 июля следите за новостями новый командир вот такой вот повстанческий оперативник вернувшийся после проникновения в покров shadow rage мастер боя с дредноутами воспользуйтесь его способностью чтобы подчеркнуть сильные стороны этих доминирующих корпусов 10 июля вот должны быть вот такие новинки 10 июля и если вы еще не вступили в группу вега конфликт россия то самое время это сделать потому что здесь сообщество для всех игроков и альянсов разговаривающих на русском языке в этом месте вы всегда сможете узнать последние новости и множество полезной информации о веге конфликт так что вступайте ссылка на вк и другую информацию которую сейчас здесь я говорю будет также в описании под этим видео изменения баз правила управления флотом в pvp при а были пересмотрены и теперь флоты могут атаковать только те которые имеют плюс или минус 5 уровней для дредноутов это плюс или минус 15 уровней это станет доступно когда мы установим нашу новую минимальную клиентскую версию для исправление соответствует между передающими и текущими базовыми уровнями опыта значение опыта у недавно выпущенных контентов увеличивается следующие базовые значения xp будут перебалансированы то есть повышены базовая турель ракета турель нова базовая турель атомная пушка базовая турель турель торпедная турель на борт базовая броня резонансные плиты базовый щит плазменное поле базовый щит разъедающая поле базовый щит ксена поле и ожидаемый базовый уровень при максимальном использовании недавнего контента составляет 110 базовый уровень будет обновлен после загрузки игры по окончанию обновления ну и так же у нас в обновлении по корпусам последний корпус выпущенного во время восьмого уровня это древний жнец даст вам инструмент необходимый для решения задачи которые поставят перед вами девятый уровень TR9 по корпусам еще и император грозный дреднаут использующий рой беспилотников для создания резервной копии собственного мощного оружия что служит подтверждением мастерства альтаирцев в дистанционном бою цель выходит 7 7 по москве технология претендуйте на ракету NEX чтобы снарядить вашего древнего жнеца наконечник копья усилит ваших бойцов и даст им преимущества необходимые для быстрого и решительного удара также программа поддержки Vanguard augment поможет титанам повысить свою выживаемость и обеспечить им поддержку в котором они нуждаются командир флота теневой рейф пришел чтобы дополнить свое мастерство вашими вашими страшными дреднаутом возьмите его в децимации название ивента будет децимация как я уже говорил и также зенит начнется в пятницу 3 июля заработайте древнего жнеца а также наконечник копья и авангардные дополнения также в мобилизации можно будет заработать образцы древних жнецов МК4 это уже у нас название ивентов которые будут зенит где можно будет получить наконечник копья и авангардное дополнение мобилизация очки древних жнецов до МК4 фрагменты next missile 3 оружие будет и еще у нас децимация ивент возьмите материалы для обновления МК5 и МК6 для древнего жнеца далее у нас война альянсов ну и независимость о которых они так много говорят это освободитесь от фракции и отпразднуйте независимость восстания это специальное летное мероприятие начнется 31 июля в 2 часа по Москве посмотрим что они там смогли придумать и как они смогли нас смогут нас удивить так немного о жнеце давайте еще поговорим этот флагман заполняет уникальную роль в вашем флоте обеспечивая повреждения на большом расстоянии и поддержку корабля он сохраняет многие из характеристик которого он опасается но также получит несколько обновлений что дает ему возможность стоять бок о бок с текущими в будущем уровнями корпусов но они говорят как TR-8 ровно как и TR-9 он сохраняет дальнюю дугу стрельбы на 360 градусов но это вообще уникально потому что как мы сейчас имеем у Левиафана и у ораторов у нас имеется неполный круг обзора наших ракет которые могут выпускать этот же имеет возможность на 360 градусов стрелять то есть не надо будет доверачивать корпусом а просто улетать я думаю это сделано для того чтобы но у него не очень большая скорость 490 метров в секунду разворот 35 градусов стрейф 200 секторальная скорость 600 грузовая подъемность 5 миллионов 800 так ремонт составит у нас два часа эффектная дальность стрельбы от 2000 до 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 11 тысяч метров так ну и до жизни у нас 26000 ну еще снабдим потому что у него уж очень много тоже всего всего натыкано здесь у нас и щитов на 4 3 под компонента и также 6 орудий масса оружия у нас минус 50 процентов масса брони у нас минус 55 щиты щиты у нас минус 55 также энергия щита плюс 25 древний жнец обладает пассивной сопротивляемостью против всех 3 видов повреждений наносимых группировками уровень 9 это сдвиг от фракционной системы уровень 8 был известен в пользу одной фокусной фракции сфокусированной в своей основе древний жнец дает представление о том что должно произойти сохраняя при этом основной идентичность старой фракции инопланетян в то время как она будет иметь свой собственный акцент здесь вы можете увидеть то что вы можете ожидать когда древний жнец наносит врагам определенно вред здоровью а это 1000 единиц урона он порождает группу жнецов на 10 секунд чтобы наброситься на врага и заманить его в рой он обладает высоким они обладают высоким здоровьем и служат чтобы отвлечь и расколоть врага ну и лэксталлион или закон законов где тут верхняя лэксталлион сноска где олицовляет способность древнего жнеца мстить когда его потомки уничтожены когда это происходит древний жнец настраивает свои боевые системы на перезагрузку получая маневренность и боевые бонусы на короткое время точнее 5 секунд ну и тут еще написано что не бойтесь жнеца древний жнец это гибкий и адаптируемый корабль поддержкой для любого флота на уровне 8 и далее уже на уровне 9 большое количество вооруженных слотов большая дальность действия и бонусы дпс дают ему возможности обеспечить дополнительную огневую мощь в то время как его нападение жнеца порождает стая здоровых жнецов чтобы впитать урон противника если вам нужны более оборонительные возможности добавление древнего жнеца в случае существующих или будущих многоуровневых флотов повысит эффективность флота и представит новые способности контроля и подхода к каждой встрече и у нас друзья сегодня в игре когда вы только можете зайти видите что есть ивент зенит который начнется через один день 13 часов будет начало этого ивента и давайте быстренько пробежимся что же здесь такого у нас находится итак это плазменное поле третьего уровня на базу потому что они все-таки хотят улучшить наши базы стойкость наших баз и посмотрим как это у них получится и получится ли вообще хотя что бы нет должно что-то быть итак плазменное поле третьего уровня которое можно будет забрать шесть штук в этом ивенте за 800 ивентовских очков за 800 тысяч каждое и соответственно уже вооружить свою базу и вот о чем они говорили это усиление копья первого и второго уровня и усиление авангард тоже первого и второго уровня давайте поговорим об этом всем подробней так усиление копье это экспериментальная технология основана на военно прототипе неизвестного происхождения это дополнительное оборудование усиливает системы истребители повышая их эффективность в бою и позволяя им начинать атаки на врагов ну и вам напомню что у нас истребители имеют такие корабли как виндига орионы и оператор для этих целей у нас есть усиление копья и давайте посмотрим что же у нас здесь есть прочность брони плюс 30 процентов это мы будем смотреть самую последнюю версию масса 4 процента от массы корабля так прочность брони 30 стойкость к замедлению 15 процентов крепкость щита плюс 2 процента абилляционная защита плюс 2 защита экрана плюс 2 гармоническая война плюс 2 стрейфы плюс 10 что очень хорошо у нас для операторов ну и повороты плюс 20 процентов стойкость корабля скорость корабля плюс 70 метров в секунду также вот хочу показать что вот это все на 3 фракции уровня 8 и для кораблей со значком истребителей дальше идет у нас усиление авангард это экспериментальная технология основана на военном тип неизвестного происхождения дополнительное оборудование усиливает системы титанов повышая их сопротивляемость вражескому огню и позволяя оказывать поддержку союзным кораблям в титана у нас входят мониторы амароки и аяксы имеют данную технологию у нас и что же здесь масса также 4 процента от массы корабля ускорение плюс 20 процентов скорость корабля 120 метров в секунду крепкость щита плюс 5 абелляционная защита плюс 5 защита экрана плюс 5 здесь намного получше чем получается у нас у истребителей тут всего по 2 здесь уже плюс 5 и увеличение урона в секунду плюс 10 процентов в поле поддержки посмотрим что такое окружающие титаны после замедления попавшиеся в него корабли нарушая работу двигателей и препятствия движения вражеских кораблей дальность прикрытия это 7000 метров замедление 20 процентное длительное замедление 5 секунд и перезарядка замедление 10 секунд и вот такая вот вещь так что тех что этих также можно будет забрать по 8 штук за ивентовские очки ну и у нас еще наконец таки довезли ракету ДНТ первой и второй части тоже можно будет забрать 8 штук каждой и давайте посмотрим что у нас здесь есть то есть ракета ДНТ вторая которая вылетает замедляет и выходит выводит из строя вражеские двигатели урон в секунду от взрыва 250 масса 3700 дальность от 1500 до 6500 скорость 3500 метров в секунду радиус урона 450 степень замедления 50 на первом уровне у нас 25 длительное замедление 5 секундное ну и перезарядка 10 секунд также это для альтаильцев покровов фармаконов тоже уровня 8 все эти штучки так ну дальше у нас идут чертежи кораблей если вы их не выбили то вот у вас будет шанс этим заняться за эти ивентовские очки тоже все как раз таки восьмого уровня здесь присутствует также у нас капитан Игнус Киф настоящий гений в области взрывных орудий давайте посмотрим вот у него первый уровень ракеты урона плюс 10 и скорость торпед оружия 50 метров в секунду и до достижения 100% сотого уровня у него получается радиус урона от ракет плюс 250 скорость торпед оружия 750 бонус к урону от взрыва плюс 15 стойкость от взрыва плюс 10% что тоже в принципе хорошо 10% стойкость от взрыва иметь потому что у нас сейчас все почти корабли особенно вальтрейны вражеские стреляют взрывными орудиями ну если вы скомпонуете четыре корабля линкорами то у вас еще будет бонус к урону для крейсеров плюс 10% едем дальше и дальше у нас схемы мк2 на все корабли вышеперечисленные восьмого уровня это мониторы артемиды орионы виндиги векторы амароки тоже очень необходимые вещи даже ван вальтрейны можно будет забрать и оснастить ваши корабли которые вы только что построили так это все по 30 единиц можно будет забрать и в каждой в одной из выбранных получается тут 5 шаблонов 5 штучек в одной и того тут всего можно забрать 30 дальше сейф изготовления мк2 восьминец инквизитор тоже 30 штук можно будет забрать вот что здесь лежит за вооружение арталийцев ну за ненадобностью может быть кому-нибудь что-нибудь и надо также идет сейф изготовления мк2 омеги медузы ну и хром кредит то есть вот расцветка хром кредит на модификацию можно будет сразу же поставить разукрасить какой-нибудь из своих кораблей обшивка корабля ну и стоит она конечно значительно это 2 миллиона вентовских очков дальше у нас идут типы урона спектронические пиротехнические кролиметрические ксено плазма и разъедайки можно будет забрать один корабль готовый корабль и оснастить его по своему желанию это линкор орк одна штука которая стоит полтора миллиона востребирована свежих очков в принципе почему бы нет также ракета нова кредитная модификация первого уровня можно забрать 7 штук как раз таки для линкора орка ну и оболюционная эльфрамовая броня тоже первого уровня тоже можно забрать две штуки всего и оснастить им как раз таки линкора орка также хтоническая броня кредит на модификации можно забрать две штуки ну и дальше у нас идут уже всякие сифонные поглотители прерыватели замедлители кстати сейчас замедлитель и очень она будет так вот спорный конечно вопрос если кто-нибудь и будет оснащать своим орудиям пушки замедляющими свои корабли с замедляющими орудиями ракеты днт ну почему бы нет если они есть то возможно кто-нибудь куда-нибудь их и поставить ну и далее у нас идут золотые конкурсные сифы с призами ровно как и серебряные я не могу их открыть потому что у меня уже их огромное количество и просто мне не дают их никуда так ну и далее у нас идут изготовление переоснащение постройка кораблей если вы этим занимаетесь ос x ну и division xeno тоже изготовление переоснащение постройка ну и далее уже прям в конце но не по значимости у нас идут ресурсы где замедлительские очки можно будет пополнить все свои запасы закрома своих хранилищ вот такой у нас будет ивент предстоящий заходите на канал подписывайтесь ставьте лайк оставлять комментарии и мы увидимся с вами в скором времени на этом ивенте и поговорим уже о нем более подробно посмотрим какие корабли летают чем бить и как с этим всем жить дальше всем спасибо что смотрите не болейте не скучайте всем спасибо всем пока и до новых встреч на канале красный дракон